Это Пульс дня и мы продолжаем. От Алексея Навального Вадим Кобзев заявили, что об отъезде ничего не знают. По данным сервиса SkyScanner по маршруту Москва-Франкфурт на майне 10 февраля без пересадок следовало только один рейс Люфтганзы, вылетевший в 16.15 по московскому времени. Сообщение Интерфакса об отъезде Юлии Навальной появилось в 16.22. Об Османной районный суд Москвы заочно арестовал соратника и руководителя сети региональных штабов Алексея Навального Леонида Волкова. Ему инкриминируют склонение несовершеннолетних к совершению противоправных действий в информационно-телекоммуникационных сетях. Волков уже объявлен в межгосударственный розыск, сейчас он находится за границей, едва ли Интерпол запрос Кремлевского следственного комитета удовлетворит. Скорее всего, сочтут это преследование политическим, каким оно, в общем-то, и есть на самом деле. Тем не менее, практически все соратники Алексея Навального из руководства ФБК сейчас находятся под следствием. Это пресс-секретарь Кира Ермыш, руководитель объединения Альянс врачей Анастасия Васильева, Николай Ляскин, Любовь Соболь и даже младший брат Алексея Олег Навальный. В отношении большинства из них избрана мера пресечения домашний арест. В поте лица работала и Российская Госдума. Там в первом чтении был принят законопроект, ужесточающий наказание по статье о неповиновении так называемым законным требованиям сотрудников полиции и других силовиков. До сих пор за такое действие наказывали штрафом в 500 рублей, ну или почти 7 долларов. Либо админарестом на 15 суток, однако отныне наказывать будут еще суровее, ну то есть все санкции ужесточили. Теперь штрафы увеличены в 10 раз, а к видам наказания прибавляется обязательная работа от 40 до 120 часов. К разговору подключается независимый муниципальный депутат из Москвы Денис Шендерович. Денис, я вас приветствую и вот первый вопрос. На ваш взгляд ужесточение штрафов это только начало, вот в частности сегодня, например, стало известно о том, что мэрия Москвы отказалась согласовать акцию в защиту политзаключенных, ее собиралась сделать либертарианская партия. Получается, что даже все легальные пути для протеста стараются также подавить? Ну да, вы совершенно правы, что нынешней власти легальные протесты не нужны. Они понимают, к чему могут привести недовольство гражданского общества, сложившееся несправедливостью и фактической узурпацией власти. И сейчас под предлогом, ковидным предлогом запрещают, собственно говоря, людям собираться. Это, конечно же, действия носят антиконституционный, антиобщественный характер. И цель этих действий только одна. Провести в предстоящие выборы в Госдуму угодных и согласованных с администрацией президента кандидатов. Вот и вся цель. Ну а, кстати, если мы говорим про то, что все это делается якобы для борьбы с ковидом, то и принят закон, насколько я понимаю, о борьбе с ковидом. Потому что именно по этому закону сейчас пытаются ФБК сотрудников привлечь к ответственности. Вот не кажется ли вам, что в принципе можно было подумать над тем, чтобы привлечь к ответственности тех же судей и прокуроров за то, что людей с подозрением на коронавирус они отправляли в спецприемники, где в камере на 10 человек было по 30? Ну, во-первых, применение двойных стандартов и несоответствие норм закона текущей ситуации, это, к сожалению, стало нормой в текущее время и в последние несколько лет. И если посмотреть на действия властей, там, завели уголовные дела на сотрудников ФБК за нарушение так называемого санитарного законодательства, за то, что люди вышли на улицу. Но, тем не менее, если другие люди выступают в защиту Путина, как, например, сотрудники компании Сима Лен, которые в количестве нескольких тысяч человек собирались с таким же нарушением ковидного законодательства, никто их к уголовной ответственности не привлекал. Сотрудников полиции, которые также нарушали ковидное законодательство в части наполнения автозаков, полицейских автобусов задержанными там в сверх нормы, там, где автобус в себя вмещает максимум 10 человек, по 20, по 25 человек наполняли и по несколько часов там держали в этих автобусах. Также такие же нарушения были выявлены в спецприемниках, где содержали административных задержанных. Поэтому, безусловно, это законодательство и вот эта статья применяется как попытка политического давления, политического преследования активистов. А в отношении сотрудников правоохранительных органов и других ведомств, конечно же, это законодательство применять не собираются. Так же, как и не собираются применять законодательство по неправомерному применению силы. Ну, кстати, на ваш взгляд, Денис, вот как депутата, насколько корректно вела себя полиция с участниками протестных шествий в защиту Алексея Навального? Были там какие-то вопиющие случаи, на ваш взгляд? Ну, вы знаете, я не могу назвать тех людей в форме сотрудниками полиции, потому что сотрудники полиции действуют совершенно иначе. Их действия четко регламентированы в соответствии с федеральными законами, законами полиции, Конституции. И они должны действовать совершенно иначе, особенно в части охраны общественного порядка. И в законе о полиции четко регламентированы действия в отношении граждан. Если они совершают административное правонарушение, то сотрудник полиции обязан представиться, сообщить причину нарушения гражданинам и только после предупреждения, соответственно, применить административное задержание. В котором также четко прописаны нормы применения физической силы и спецсредств. То, что видели мы все, никакого отношения к порядку действий, установленным федеральным законодательством в Российской Федерации, не имеет. Это были какие-то бандиты, которые прятали свои значки нагрудные, которые должны их идентифицировать. Прятали свои фамилии, имена, отчество, свои лица. И просто избивали, издевались над людьми. Самый там вопиющий случай, который вот был, первый из вопиющих, который такой самый публичный, это когда сотрудник полиции ударил Маргариту Юдину ногой в живот, которая просто спросила, куда вы ведете задержанного, на чем не виноват. И до сих пор, несмотря на то, что я организовал как раз петицию по привлечению к уголовной ответственности сотрудника, до сих пор уголовное дело не возбуждено. Хотя по таким уголовным делам не требуется заявление пострадавшего и не предусмотрен порядок примирения. То есть, соответственно, должны были, правоохранительные органы должны были независимо от этого возбудить уголовное дело и начать расследование. Не возбуждено. Такая же ситуация в отношении полицейских, которые пытали людей, значит, задержанных, это было видно, средства массовой информации снимали такие случаи, при задержании пытали электрошокером и применяли неоправданное насилие, которое не связано никак с законом, который на текущий момент действует. Это были, повторюсь, бандиты, и я буду последовательно требовать привлечения их к ответственности, возбуждения уголовных дел. Как общественный деятель, как политик и как гражданин своего общества, я полагаю, что такие действия совершенно недопустимы. Денис, насколько мы понимаем, крупных уличных акций штаб Навального пока проводить не хочет. Там предлагают сконцентрироваться на умном голосовании во время парламентской кампании 2021-го. Вы считаете, это разумный ход? Я полагаю, да, это разумный ход. Во-первых, другой альтернативы сейчас какой-то у нас, кроме умного голосования, нет. И я полагаю, что умное голосование – это то, на чем нужно сконцентрироваться. То, что штаб Навального принял решение приостановить уличные протесты, это тоже разумное решение. Но, как заявил Леонид Волков, они продолжатся весной и летом, как раз в период предвыборной кампании. И я полагаю, что это будет противостояние российского общества против тех жуликов, которые закрепились у власти и пытаются удерживать ее незаконным путем. И они же будут пытаться провести своих согласованных кандидатов в Государственную Думу, а тех, которые могли бы быть представителями народов в Госдуме, они, конечно же, всеми путями попытаются не допустить. Но сейчас мы уже видим, что на тех людей, которые заявили о своем участии в выборах в Госдуму, на них уже возбудили уголовные дела, в том числе саратовского депутата Николая Бондаренко и аналогичных активных людей, кто мог бы представлять интересы граждан, кто уже зарекомендовал себя как человек, который защищает такие народные интересы. На них тут же были возбуждены административные уголовные дела. Я полагаю, что это только начало репрессивной машины, и дальше ситуация будет только ухудшаться, поэтому в любом случае, вот я говорю, что все это звенья одной цепи. Запрет митингов, чрезмерное насилие и вот такие ограничения, конечно же, они будут продолжать и дальше. Денис, спасибо. На прямой связи со студией был Денис Шендерович, независимый депутат из Москвы. Мы обсуждали реальность, которая сложилась после ареста Алексея Навального и после того, как власть начала давить гражданскую активность. В Техасе нашли собаку, пропавшую перед ураганом в 2017 году. Подробности в четвертой части «Пульса дня». Субтитры создавал DimaTorzok